Сегодня юбилей у одного из самых известных академических музыкантов нашего времени, Александру Анисимову 70. Без богемного дирижера сложно представить самые яркие премьеры, галоконцерты и музыкальные акции. Где и как маэстро встречает юбилей? Репортаж Натальи Бродиловской. Свой юбилей Александра Анисимова означает Великим театром. Премьера на сцене балет «Корсар». У Воголя, у маэстро десятки постановок на национальной оперной балетной сцене. Дубета ба уже в Великим Беларуси ён в 80-м годе. Позднее на протягу восьми годов головный дирижер. За дикое палевание Королястаха отрымал Держпремию ставёв Дон Жуана Рыгалета. Лэдзі Макбин, Цэнскаха Павета Ивана Сусаніна. Усяху 30 годов театр и сёння, хоть и пазаштата, лишь запрошенный дирижер. Зараз официйный ён головный дирижер Державного симфоничного оркестра филармоничного коллектыву. И да гэтуль застаецца загадкой, хто ён больше симфоничный, цей театральный дирижер. Менавито с театра Анисимаў, масквич з Ленинградской школы пачынаў свою карьеру. Дыбют ў Мэрыэнцы, пазней головный дирижер Пермской и Самарской оперы. Ставў ў театрах Європы, Амерыки, Аустралии, ў Беларусь праўаў пазапрашэнні. Навад, калі не лічыўся ў штате Великаго театра, на сцене филармоніў даваў оркестрове прачытаўне опер, шагрынівая скурам дзівані Медзвець Картеса. Сваё серце делю практически попалам, свою душу, своё стремлення к выражэнню каких-то эмоцій. В театре хочу, чтобы это было симфоніческая партитура и звучаў, а в филармоні, чтобы это был интересный сюжет. Ях уведуюць ва ўсім свете. Ганаровы дирижер нацэянальнаха симфонічнаха оркестра Ирланды, галовны и ў пауднёва корейскім филармонічным оркестры города Пусан. Это музыкант за большой буквы, в первую очередь. И всегда с ним удобно и надёжно работать, что немаловажно, для людей, находящихся на сцене, для солистов. Державный симфонічный оркестр филармоні, яким керуе 15 годов, Анисимаў провёз по усім свете. Познаёмеў замешныха слухача з музыкой Беларусі, якую лечить своёй другой родимой. Я-то считаю себя беларускім дирижёром. И когда я прилетаю в наш национальний аэропорт, ме сердце так красиво колышется. Йону збагачаю репертуар любога колективу, з яким працюем. Анисимаў педагог. Пад ёго керавництвам студэнскі симфонічный оркестр Беларускай академіў музыкі рыхтуе программы для вяліких сцен. Он не из дирижёров-диктаторов. Он ищет консенсус в Большом симфоническом оркестре с каждым. Он считает, что каждый голос оркестра – это очень важное. О листопаде Анисимаў знов покаже оперу филармонії «Отелла Верди». Наталья Бардиловская, Максим Курыш и Владимир Тиханович. Агентство «Телли Новин».